здравствуйте друзья я вопросик зачитаю здравствуйте михаил мне 16 лет очень приятно живу во львове украина уже больше двух лет смотрю ваш канал смотри как у нас эти подростки смотрят с 14 лет учусь в 11 классе после окончания школы планирую поступить в университет на какую-нибудь айти специальность но никак не могу определиться так как факультетов очень много это хорошая проблема когда много так пока что рассматривать такие как программная инженерия software engineering очень очень рекомендуем компьютерные науки computer science и прикладная математика не раз мне говорили что лучше всего идти на прикладную математику но слишком много математики меня пугает я вот я вас понимаю на самом деле если таких особых склонностей нет то конечно может быть чересчур другой стороны когда молоденький привыкаешь ко всему и ничего страшного нет поэтому я склоняюсь больше компьютер science и software engineering хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу выпускники каких факультетов сейчас более востребованы в частности в сша вот как вопрос ставится и где лучше учиться мечта переехать сша появилась в восьмом классе а когда узнал что программисты в штатах востребованы и можно найти работу в этой специальности то появилось еще больше мотивации для учебы о как с английским вроде проблем нет на данный момент уровень с 1 или сиван я я не знаю что это значит не могу ничего надеюсь на видео ответ роман ну что же давайте мы поговорим ситуации с романом и так друзья что у нас на руках у нас компьютер science и software engineering мы выбираем я сразу скажу что с точки зрения востребованности в соединенных штатах вот для для последующей миграции там и так далее я бы я бы не сказал что есть какая-то принципиальная разница между software engineering computer science на сегодняшний день вот я я не вижу разницы никакой теперь давайте мы немножко по существу вот у меня товарищи которые в этом деле лучше понимают они они поправят если что потому что я на самом деле не программист я же все-таки электронщик связист там я сетевик там по образованию как бы по пониманию жизни значит м мое понимание разницы между software engineering и computer science состоит в том что люди которые занимаются software engineering они в большей степени принимают во внимание особенности вот того хардвора на котором софтвор бегает то есть они гораздо глубже залезают в этот хардвор и когда они пишут свой код они его пишут с учетом вот этого хардвера когда человек просто программирует там что-то вот у него есть набор я не знаю там есть язык программирования какие-то библиотеки есть в принципе конечно есть специфика того на чем этот софтвор должен бегать так общая специфика поэтому программирует вот вы часто можете видеть людей то сможем у 19 лет а он тоже там 100000 получает потому что он 16 начал что-то писать и все что связано с реальной инженерии с физикой грубо говоря требует много времени на освоение то что связано с алгоритмами требует просто энтузиазма и здравого смысла хорошего и ну соображать надо конечно и и уже пожалуйста побежал там начал что-то полезный продукт какой-то производить поэтому значит я считаю что софтвор инжиниринг ну скажем так у него может быть меньше применения чем меньше мест где ты можешь работать по этой части по сравнению с тем как ты писал бы какие-то там оплекушечки потом более или менее сложные с другой стороны это квалификация который получение которое требует больше времени понимаете вот там я не знаю кролика может быть две недели вынашиваю это слона может быть там полтора года я не не пытаюсь наехать там на что-то из этого но просто это требует больше времени это более трудоемкий продукт для того чтобы его произвести и выпустить на рынок соответственно это люди которых сложнее найти намного намного сложнее найти это очень востребованная профессия я бы сказал что она более элитарная так если можно так сказать опять это чисто в моем восприятии и я не не хочу на каких-то больших обобщений делать но поскольку мне вот задали вопрос и я я очень надеюсь что люди которые в индустрии работают меня подправят и там подкорректирует чтобы ответ получился более грамотным технически теперь с английским проблем нет в общем это поражает откуда вот живет человек на украине там у него с английским проблем нет ну ну это неплохо да не за может он песни слушает фильмы смотрит так что я бы сказал что юноша просто естественным образом забрался в очень такую гармоничную нишу которая естественным образом выводит его на те цели которые он перед собой ставит то есть если ему хочется вот этим заниматься и английский в порядке и выбор там профессии большой так далее мой принцип такой делает то что сложнее если можешь поэтому я бы сказал двигайся вот туда в software engineering но мир компьютер science мир там какой-то плитейшен программе это тоже абсолютно увлекательнейший мир я не хочу сказать что там как-то менее востребованы эти люди которые этим занимаются и так далее то есть я я считаю что вы не промахнетесь вот ваши 16 лет вы абсолютно не промахнетесь какую бы из этих профессии вы не выбрали вот я бы так сказал прикладная математика это больше опять по задумке это больше разработка методов вычислений нежели допустим написание там кода какого-то хотя в конечном счете пойти вы можете увидеть что люди которые учились и по инженерии компьютерной и по software инженерии компьютерной инженерии и по связи и по я не знаю там чему еще физики и все равно они в конечном счете сидят и программируют в этом дело еще в том вот что рынок предлагает среди программистов вы видите людей самых разных профессий музыкантов много этим занимаются так что не суть но уже если учишься если силы есть значит делай что-то такое более более сложное с моей точки зрения это более сложно значит что тут еще я думаю не пропустить бы чего в общем я я считаю что все очень здорово и каким бы путем он не пошел у него все должно получиться хорошо главное стараться и не как 5 не давать себе поблажек вот не не сочковать не не находить способ как отбиться от чего-то находить способ как наоборот куда-то влезть там скачать вот чего-то такое сделать вот и тогда все будет очень хорошо счастливо